Хей, ребят, с вами Джаз Ди, и давайте сразу перейдем к делу. Все мы знаем американскую компанию Netflix, которая уже столько лет радует нас потоком крутейших сериалов и фильмов. Так вот, я признаюсь вам, что сам время от времени трачу драгоценнейшие часы моей жизни на продукцию Netflix. Компания выпустила уже несколько сериалов, которые стали одними из моих любимых. В их число входят очень странные дела, 13 причин почему, причем скорее первый сезон, и совсем новый боец, закрывающий мою тройку сериал, который был выпущен в начале этого года «Половое воспитание». Что можно сказать в первую очередь, это зачетнейшая комедия для любителей черного юмора и пошлых шуток. Во-вторых, это реально сериал про современных подростков, в таком классическом американском стиле. И в-третьих, в сериале поднимаются очень серьезные проблемы этого самого подросткового возраста. Причем эти проблемы по-настоящему жесткие и сталкивают героев лицом к лицу с такой настоящей, далеко не веселой жизнью. Кстати, герои. Главное действующее лицо – Отис Милберн и его исполнитель – Эйса Баттерфилд. Думаю, этого актера представлять не стоит, ибо каждый из вас знает его или хотя бы видел в других фильмах. Следующий герой – его новая подруга и тайная мечта – Мэйв Вайли. Роль исполнила молодая актриса Эмма Маккей, или Эмми Маккей, в общем, я не помню. Я видел ее впервые, но сыграла она очень достойно. И последний герой, который и вызвал у меня много вопросов к сериалу – лучший друг Отиса, который знает того еще с детства. Эрик. Играет его, также неизвестный мне, то ли Шути, то ли Нгути Гатва. Мои источники дают разное написание его имени, так что прошу меня простить. Так вот, сериал очень годный, я с нетерпением жду второго сезона, но, я думаю, все поняли, что тема видео не так проста. Дело в том, что лучший друг Отиса – Эрик – гей. Садомиты! Здесь повсюду садомиты! И я не то чтобы отношусь к тем людям, которые гоняются за геями с виллами и топорами, я совершенно нейтрально отношусь к этому. Ну и вообще, «Богемская рапсодия», на мой взгляд, был лучшим фильмом 2018-го. О чем там, вы и сами знаете. Проблема в том, как режиссеры полового воспитания подали зрителю тему нетрадиционки. Давайте сделаем сравнение. Мы все привыкли гнать на Америку, что в их фильмах стало слишком много разноцветного флага. Но, на мой взгляд, как раз таки американцы стараются подать эту тему без фанатизма. А вот Европа в последнее время все больше начинает перебарщивать. Сравним два сериала от Netflix. «13 причин почему» и знакомое нам «Половое воспитание». Компания одна и та же, но первую снимали в Штатах, а вторую в Европе, точнее в Британии. Так уж совпало, что лучшие друзья главных героев – геи. Господи, а чем я рассуждаю? Боже мой. Ладно уж, сначала «13 причин почему». Обсуждаемый герой по имени Тони. Просто парень, такой же, как всех. Даже довольно крутой в нужный момент и морду может дать и проявить сострадание. В общем, тема его ориентации не выходит на первый план. Но в «Половом воспитании» Эрик – это совершенная противоположность. Ходит буквально в перьях, красится, залезает в рот мужикам своим языком, крупным планом и всякое такое. В сезоне есть серия, где он наконец-то проявляет себя как мужик, но потом все опять идет под откос. На самом деле, тема уж очень неоднозначная. В такое время живем. Но нужно понимать и то, что «13 причин почему» – это сериал о расследовании суицида. А «Половое воспитание» поднимает совершенно другие темы. Да тут и название само за себя говорит. Речь там идет именно о сексуальной жизни подростков, и этому посвящается 90% времени. Но разница между европейским и американским давлением присутствует. В заключении скажу, что вся эта тема сериала совсем не портит. Сюжет интересный, операторская работа на вышке, атмосферы героя завораживают. В общем, положительного очень много. Недаром он стал одним из моих любимых. Надеюсь, что продолжение выйдет как можно быстрее. Вам советую начать просмотры прямо сейчас. И самое главное – никогда не смотрите его со своими родителями. Уж поверьте. Будет очень неловко уж уже на первой минуте. Ко всему прочему, я жду ваши лайки, комменты, а также подписки на канал и инстаграм. А с вами был Джесс Ди, и пока. Субтитры создавал DimaTorzok